Павла Парфенова, директор маркетинговой компании ТАПКМ и по технологических решениях, которые позволяют снизить требования к количеству и качеству персонала. Вы знаете, мне привычнее... Слышно меня, да? Мне привычнее ходить. Мы на этом рынке уже не первый год. Нам 12 лет, поэтому у нас достаточный опыт для того, чтобы поговорить о каких-то практических аспектах. Ни в коей степени не умаляя достоинств коллег в отношении подготовки персонала и решения кадрового вопроса. Но, братцы, два года нам еще до 2015, поскольку мы сегодня стратегию расслабили, нам еще надо как-то с вами жить. Причем желательно жить хорошо, долго и счастливо для того, чтобы дети наши хорошо ели, красиво одевались, жены наши ездили на хороших машинах, а самые молодые отдыхали желательно на хороших курортах. Поэтому возникает вопрос, что же нам делать. Я буду пытаться на этот вопрос ответить достаточно понятными предложениями, которые могут для кого-то из вас показаться вполне банальными. Мы имеем дело с тем, с кем мы имеем. Поэтому, когда вы поручаете ту или иную задачу вашему замечательному исполнителю, я привожу этот известный анекдот с определенными купюрами, потому что те слова, которые, понятное дело, были сказаны в изначальной трактовке и редакции, не совсем для высокого собрания. Но, тем не менее, это то, как ситуация обстоит сегодня. То ли я в полный стал, то ли я в чипе он, то ли они от нас все скрывают. Нету брата статистики относительно того, какой кадровый голод мы испытываем. Значит, две несчастные функции, цитаты относительно кадрового голода в машиностроении и, извините, в обувно-кожевенном производстве, они предварительно представлены. А также проблема, заключающаяся в том, что, к сожалению, вынуждены привлекать гастарбайтеров. Наша компания исторически поставляет такое оборудование, как листогипы, гильотины и другие ставки для обработки металла листового. Поэтому мы имеем дело в том числе и с работягами на стройке. Я вас уверяю, что ситуация несколько, еще даже хуже отличается от того, что есть на самом деле. Но, как известно, учитывая то, что коллеги говорили, и то, что существует разрыв поколений, и то, что машиностроители испытывают жесточайшие проблемы с наличием квалифицированных кадров, приходится каким-то образом решать эту проблему. Так вот, есть два варианта. Первое – это сетовать, ходить на конференции, говорить о том, что все плохо, будет еще хуже, нужно срочно, так сказать, готовить кадров. Я с вами, Александр Юрьевич, не просто согласен, а процентов на 200 согласен. То, что они устраивают, конечно, абсолютно не беспредел. Но парадами управлять, как вы понимаете, гораздо легче. Поэтому, когда вы им наштамповали такое большое количество инженерно-технических работников, они же думают, а с думающими людьми нужно совершенно по-другому. Поэтому желательно, чтобы все шли в ПТУ. Смотрели бы «Дом-2», смотрели бы замечательную программу «Пусть говорят», а для особо одаренных женщин, когда они с работы приходят, нужно тут мужей, давай поженимся, чтобы неповадно налево было ходить. Поэтому, вспоминая историю известную и вспоминая известного вождя мирового пролетариата, который сказал господину Поликарпову, вернее, товарищу Поликарпову, на тот момент секретарного союза писателей, который жаловался о том, что Фадеев в запое, Твардовский непонятно что делает, Симонов по вопам ходит и так далее, Сталин ему сказал «Других писателей у меня для тебя товарищ Поликарпов нет, а другой товарищ Поликарпов для советских писателей найдется». Поэтому мы имеем ровно то, что мы имеем. Какой у нас выбор, братцы, из этих двух вариантов? Ну, производственники. Правильно. Вариантов у нас на ближайшие два года нет. Поэтому оборудование должно быть надежным, простым в эксплуатации и иметь защиту от дурака. Не надо требовать от простого советского гастарбайтера выполнения сложных технологических операций. У нас была уже эта история, поэтому пример номер один, чтобы далеко не ходить. Обыкновенный, простой, мобильный американский эстагид всемирно известный фирмой ТАВКО. Блистательное оборудование, многие здесь присутствующие. Если не имели возможность насладиться или поработать, то наверняка слышит. Есть там такой замечательный музеок. Здесь он выглядит вот так. Не нашел поля лучшей картинки. А вот этот узел, по-самому-деле, выглядит в реалиях очень красиво вот так. Значит, проблема только одна. Для того, чтобы на нем работать, если вы меняете толщину металла, простому российскому гастарбайтеру нужно сюда вставить шестиграничек, шестиграничек, да, Лоб? Шестиграничек. И закрутить или открутить. Понятное дело, что с первого раза это не получается, поэтому результатом являются следующие трещины. Потом прибегают хозяева, говорят, что же вы на продали, братцы дорогие, что же это такое, а они туда вместо 0,5 или 0,7 единичку пытались засунуть. И что удивительно, первые четыре раза даже согнулись. Поэтому, поломки санга, когда вы имеете дело с дураками, дело абсолютно, что называется, частое. Не надо делать так, чтобы они выполняли лишние операции. Что делать, если вариант лучше купить и установок чуть подороже, но который будет иметь защиту от дурака. Который не надо переналаживать, потому что он имеет принципиально другую конструкцию. Потому что он принципиально по-другому сделан и дает возможность работнику не настраивать его под те параметры толщины листа, которые являются важными. Более того, там более усиленные балки, там есть технические характеристики, связанные с эксплуатационным удобством. Когда вы ручечку от себя на листа гибе отводите, то, понятное дело, что угол гиба у вас с листа получается больше. Простая, я бы даже сказал, даже не физика, и даже не геометрия, а просто здравый смысл. Ну и, естественно, если у вас ослабленные есть узлы на предыдущей конструкции, то здесь этих ослабленных узлов нет. Купите им хороший станок. Следующий вариант. Я думаю, что на этих фотографиях вы все прекрасно знаете, легендарный станок завода Красной Пролетарии. Более того, я, обучавшись в частном российском экономическом университете, раньше это был Московский институт народного хозяйства, имени Голомбрихарова, заканчивая экономику промышленности, по специальности экономика организации промпроизводства, до сих пор помню слова своего профессора по производству относительно того, что такое единица ремонта сложности оборудования. Кто-нибудь помнит, к чему в советское время была приравнена единица ремонта сложности? Временно капитальный ремонт... Одна шестьдесят вторая времени на капитальный ремонт станка 1К-62М, выпускаемая заводом Красной Пролетарии. Так вот, я хочу вам сказать, что понятное дело, что эти станки еще сохранились. В интернете я нашел некоторое количество достаточно свежих объявлений о том, что продается станок в БРУ в хорошем состоянии. Но мы прекрасно знаем, что хороших специалистов в области токарно-фрезерного производства очень мало. Почему? Разрыв поколений. Дядьки не успели передать свои знания последующим поколениям, поэтому щуп на две сотки не закусывает. А квалифицированные кадры на расклад, пусть они занимаются квалифицированными работами. Купите им станок числового программного управления. Поставьте одного программера, которого выпускают в том числе представители, присутствующие здесь учебные заведения. Не давайте мы этим несчастным косоруким ничего, кроме как болванки подносить. Ну и максимум крышку может быть закрыть, правда, предварительно посмотрев, что он эту крышку закрывает правильно, а ей у них хлопает. Я вас уверяю, получите огромное удовольствие. Ну а что касается самого станка, к слову сказать, у наших полтораехов, что в кустах иметь, можете посмотреть на нашем стенде в седьмом павильоне, в седьмом павильоне, в первом зале. Поэтому, братцы, не надо ждать в морепогобии. Не надо ждать, пока вам подготовят карты или доготовят. Попытайтесь использовать имеющиеся кадровые ресурсы, которые сегодня у вас есть, потому что других писателей в ближайшее время у нас не будет. Если мы можем вам чем-нибудь помочь, как поставщики оборудования, будем рады рассмотреть ваши потребности, будем рады обсудить, как это можно сделать. А от себя лично добавлю, только что, пока готовился к поступлению, прочитал вот эту замечательную бумагу, которую дали нам всем спикерам здесь с фамилиями, именами, и, что самое удивительное, должностями присутствующих здесь в зале. Нашел две ошибки и одну обечатку. Большое вам спасибо за внимание. Хорошего начала. Вопросы, Георгий Павел? Гениальный, да, Павел? Волосы с динамика. Есть ли вопросы к Павлу? Пожалуйста. На самом деле, не просто вопросы. Когда у вас будет даже дискуссию развести. Времени нет. Времени нет. Значит, техническую дискуссию коллегу вести не могу с вами, потому что для этого у нас есть специально обученные, технически подготовленные люди. Я по специальности экономист. Хоть экономик вороны, но вороны. Мой коллега по второму высшему образованию, так что я тоже представитель этой мрачной науки. Вы знаете, да, в начале, когда появилась экономика, она так и называлась, мрачная наука. Отлично по продаже, отлично по презентации, как именно массовой презентации, а вот по методологически, не будем озвучивать эту оценку, потому что любой процесс оценивания приводит к деминфилации, оценивая ему об угол. Так вот, на самом деле, нам надо развивать людей. И Инделект, он, и среди топ-менеджмента, и среди людей сейчас, он, в принципе, как ни странно, в среднем, статистически, или с точки зрения статистических методов управления качеством, он, все равно, это проходная деталь, между тройкой и пятеркой. Вообще, оценка высшего образования, с точки зрения статистического управления качеством, она не имеет смысла. Она проходная, так система настроена. Так вот, да, мы можем делать, по-японски называется, пока-йока, защитную от дурака, не отшиви себе палец, но обучать людей гораздо более эффективно, чем по потоку создания ценностей, чем покупать дорогие станки.